Так, третья партия с Олегом, ну и давайте уже для разнообразия какую-то другую систему, что мне эта система уже, честно говоря, ну это минус этой системы, вернее, минус вот этого турнира, этой формулы, что все-таки можно с одним и тем же соперником сыграть много партий, несколько партий, B6, ну нет, B6 в принципе он D5 мог сыграть дальше, ну такая вот расстановка, одна и та же идея, но посмотрим, удастся ли тут мне что-то. Продемонстрировать, пошел вперед, и та же самая история, вот там, считайте матч с Олегом, играем, видите, в закрытой социальянке, опыта в принципе хватает у меня, ну и он попытается с третьей попытки все-таки взять эту высоту, ну что такое, никак мне не удается, ну вот, кстати, он коняна D4 пока не поставил, да, что наводит на мысль о том, что я могу D4 сам пойти, давайте я пока коняна Е2 ставлю, и тут он дальше Е5 может сыграть, да, интересная ситуация, нет, нет, D5 ходит. Вот в этой позиции я могу D4 пойти, может быть даже сразу, D4 взяли, взяли, ну вот интересный вопрос, то ли бить на D5, то ли играть все-таки D4, взятие на D5 ему сразу предоставить поле на F5, D4 сразу разменял, ну тут что-то типа технического, поймаете, что-то технического может получиться, но я довольно неплохо отмобилизован, я думаю, что ладью это надо куда-то сюда по центру ставить, там на H6 это осторожить пешку, это неблагодарное дело, пускай уже даже забирает пешку, вы сегодня видели такую партию, где пешка была взята, но надо признать, что во второй партии все-таки соперник создал небольшие проблемы уже там в сейтноте в своем, то есть тут надо аккуратно действительно, ну что, в принципе, я могу F5 пойти сам, вот в этой позиции, он конечно рассчитывает на взятие и конь F5 потом, я могу сам сейчас F5 прорубиться и посмотреть, как он будет реагировать, если он пойдет F5, я вскрою, если он заберет, я коня на F4 поставлю, давайте открывать конь в дорогу, в принципе, в предыдущих двух партиях конь F4 тоже была тема, но вот такое двойное пешечное напряжение довольно часто зевают, и тут уже вариантов довольно много, надо быстрее мне играть, потому что я уже немножко встаю, и разговаривать, и, соответственно, играть нормально, так, ой, стрелок наставил, зачем мне это сделать, так, тут чуть-чуть полегче, да, так, ну давайте, может быть, сразу конь F4, да, с угрозой взятия, так, это все надо убрать, я не могу так думать, забрать сюда, 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 давайте конь F4 сразу, вот, жертва пока пешку временно, ну понятно, что могу здесь забрать, могу здесь забрать, могу слоном забрать на E4, могу пешкой на E6, может где-то даже конь G6 есть, вы знаете, если этот конь отскочит, конь G6, и там пешки интересные появятся, потому что, так, продаляют время за донаты, ребята, у меня все регламентировано, турнир 3 часа, стрим 3 часа, игра со зрителями, например, 2 часа хочу стримить, стримлю 2 часа, я хочу подольше, стримлю дольше, ради бога. Так, что-то качество жертвует, что ли, не понял, а, он хочет E3 как-то ткнуть, сценарий тоже не совсем понял, не понял я, ребята, но E3 вроде не опасно, ну ладно, давайте заберем, что-то он тут хочет, то ли зелнул, то ли что, то ли пожертвовал, пойди узнай, да, зелнул или пожертвовал, но он, конечно, может сейчас E3 и конь D4, там где-то на G2 нападет, но я же тоже нападу, да, вот он так и пошел, в принципе, тут выбора не было. Тут я могу, кстати, на E1 отскочить, вы знаете, меня никто не вынуждает играть ферзь E2, вот ферзь E1, когда в одной из партий Спасского видел, давайте, в честь Бориса Васильевича, долгого ему здравия, ферзь E1, правда, там иные цели были, он как раз, по-моему, пешку на E6 атаковал, пешки на E3 не было, а у меня на E6 сейчас конь, наверное, зелнул все-таки, вы знаете, у меня такое чувство, хотя, кто его знает, они же хитрые все такие, шахматисты, да, шахматисты, народ такой, палец в рот не клади, так, пешка у нас сейчас под боем, как-то мне хочется этого коня согнать, вы знаете, если я заберу, то он уже пешку съест, так, если я возьму здесь и D5 пойду, может быть и тут размен этот проходит, ладно, забрал, забрал, а потом D5, пусть бьет слоном, я D5, и ладья F1, правда, он заберет на H6, и мне как-то просто хочется на E3 скушать, вы знаете, так, вот в этой позиции, как же мне, ладья сюда он забрал, нужно D6, конечно, сыграть дальше, но там ладья открывается сюда, D6, пешка опасная, чувствую, что выиграна позиция, но уже как-то начал вставать, немножко не хватает энергии, задвинуть вперед, отошел, да, наверное, я вот так сделаю, тут вилки пока нет на E2, если он заберет на H6, то я пойду D6 и попытаюсь все-таки его отвлечь с линии E, заберу пешку, и вот такая какая-то была техническая позиция. Сейчас мне меньше времени. Думаю, да, защищать коня или нет, но D6 у меня будет, он может на D6 отойти, конечно, но я тогда могу ладья E4 как-то, а ферзи E2 нужно, да, ферзи E2 E5, ну, непростая позиция, так сразу не пробью, а, ферзем сюда прыгну, да, может качество отдать обратно ему, а, как вы думаете? Что-то у меня уже, вот видите, такие желания возникают отдать обратно качество, это уже от усталости, обратно качество, забрать пешку, что там светит? Что там не светит, вы знаете? Вообще ничего не светит, пешка D сильная только светит, а если я вперед пойду, там тоже это, а ладья E4, нет, ребята, я, все, я уже немножко устал, я извиняюсь, буду уже играть в более простые шахматы, потому что со сложными соперниками вот так сейчас в цветнот попаду, в классику, конечно, я бы еще подумал, а тут вижу, хожу, не успеваю, понимаете? Где-то там куда-то, может быть, на E7 запрыгнуть сейчас, сейчас он ферзь E5, может быть, пойдет, а? Там пешка D всегда интересная, она поддержана конем, там пока H6 жива пешка, то это все хорошо, хочет вот так разменяться, я не уверен совершенно, что это правильно, я совершенно не уверен, вы знаете, вот эта пешка пока есть, это проходная, ну, не знаю, не знаю, вперед, ну, так как пока так, там уже мат угрожает, ладья E6 пойду, и опять у него белопольник какой-то, ну, пустоватый, совершенно получается, вы знаете, совершенно пока что пустоватый, а на король G6, то есть король G8, я пойду ладья E6, вот, вот это я уже понимаю, но это уже хорошо, все равно вот эта пешка H6, как кость в горле, да? Ну, ладья E8 разве что, да? Вот он пытается разменяться, сюда-сюда, туда-сюда, ну, получается, пытается как-то открыть своего короля, я сюда, он туда, я не проскочу, да? Я никак не проскочу, ладно, забрал, пошел вперед тоже, так, сюда-сюда, ну, ладно, давайте так пойдем, посчитаем этот эншпиль, ну, вроде должен быть выигран, должен быть выигран, но я в любом случае сейчас на G5 заберу, если он не берет коня, я беру на G5 и бью на H7, там должно быть выиграно, а пешечный, наверное, для него безнадежен, а, смотрите как, хе-хе-хе-хе, не беру на G5, совсем не беру на G5, ну, ладно, хорошо, коль так, ну, слон F3, да, как-то? слон F3, нашел он таких вот, слон F3, король D4, а, слон F3, D7, ай-яй, ой-ой-ой, сюда, ничего, принципиально не меняется, видите? принципиально ничего не меняется, ну, я заберу на H7 и выигранную партию, на флажке фактически, так, 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 хе-хе, ну, ладно, давайте так, нет, ну, это, конечно, тоже выиграно, тут надо потихонечку это все откушивать, кушать, кушать и откушивать, кусать и откусывать, королем, ну, это у меня против Никиты Петрова, вот такая, похожая была ситуация, когда я конем против слона вот так маршировал, но не сдается соперник, вы видите, что творит, что творит соперник, ну, бог с тобой, забрал пешку, слон F7 ходи, да не, ну, это все уже совсем, можно было сдаться, тут еще, кстати, лаги какие-то появляются, нет, я заблокирую эту пешку, ну, видите, до конца борется, но, опять же, позиция совершенно безнадежная, тут, ну, совершенно, не скажу, что это не уважение, до конца пытается бороться, но, ну, опять же, да, то есть три пешки, целых три, правда, стал перед пешками, надеется на пад, очень сильно надеется на пад, так, тут, кстати, такие ситуации возможны, когда так вклинивается, да, то, возможно, такие ситуации, какой-то пад, сейчас слона отдать, да, нет, ну, не тот, не тот случай, на B7 просто поставлю, хотя, конечно, очень неточно я реализую сейчас, ну, этого должно быть достаточно, надо на флаг не уронить, и тогда будет все хорошо, да, вот он сюда поставил, я, например, так, ну, и брать он не может, пешка C просто идет, так, пошел сюда, сюда пошел, ну, шах, нет, он сюда пошел, ну, я не буду брать, то есть взять я на B7, это не пад, так, сюда, ну, угрожает мат, надо брать пешку, все правильно, сюда, ну, и сдался, да, да, вот такая партия, ну, конечно, раньше мог сдаться, но, тем не менее, видите, сражение довольно интересное, 3-0 я выигрываю пока матч у Олега, ну, может быть, не последнюю партию сыграли. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,